всем привет дорогие друзья рада вас приветствовать на канале мари-арт живопись маслом сегодня мы с вами напишем на морской пейзаж попросили нарисовать разноцветное небо море и маленький кораблик ну вот я такой сюжете выбрала немножко все-таки у нас будет песочка ну то есть на первый взгляд работа такая много деталей сложная но я покажу как нарисовать более по простому думаю сложности не вызовет подписывайтесь на канал если не подписаны обязательно включайте колокольчик чтобы не пропускать когда новые видео выходят и мы с вами приступаем сегодня буду разбавитель использовать тройник для того чтобы все эти растушевки все было легко плавно делать кисть синтетика скушенная холстик 30 на 40 поделила приблизительно пополам синеньким цветом в небо не лезу чтобы не зеленило приблизительно и линия горизонта чуть чуть выше середины здесь намечаю такую неровную линию это у нас будет волна чуть чуть повыше тоже там у нас отмечаем светлая часть водички будет и вот смешиваю белила желтенький такой светлый светлый желтый можно неаполитанскую брать если нет неаполитанской то есть разбиливаем желтый можно без нее до разбиливаем желтый чуть-чуть коричневого добавляет и вот постепенно у нас получается левый край будет более светлый и постепенно мы будем вправо уходить такими более темными оттенками вот я беру неаполитан куда желтеньким уже можно туда капельку добавлять красненького совсем прям идеально плавные соединения растушевки я не делаю то есть у меня какая-то вот такая полосатости но все-таки присутствует добавляю чисто белого желтый втираю чтобы было немножко посветлее то такое большое волтое пятно там желтый с красный оранжеватый да так и на еще такой он с белилками то есть не особо яркий постепенно переходим в более темный к линии горизонта делаем более оранжевый облака это все остальное мы добавим потом мы сейчас делаем нам надо сделать общий тон вот этого небо с такими какими-то растяжками вот я добавляю к низу даже краплак красный линию горизонта можно вот так отмерить если не получается да ровно можно так вот отмерить даже под линейку можно есть делают приклеивают малярный скотч тоже как-то но чтобы линия горизонта была все-таки ровненькая вот сюда в темную сторону можно также добавить желтых более светлых оттенков но немножко в основном все таки она у нас вправо становится темнее и вот так вот втираю более такие красноватые кисок самый верх ведь и не закрашиваю там у нас будет синий вот я беру краплак красным ультрамарин ультрамарин светлый немного белью и закрываю пока я соединение желтым не делаю делаю потом добавляем еще больше белью больше ультрамарина то есть смотрите фиолетовый этот получится смотря сколько чего вы добавить то есть если вы хотите чтобы он фиолетовый больше все не уходим то есть управляем значит чуть больше ультрамарина если в такой более красноватый тогда краплака опять-таки если нет краплака красного можно принципе добавить краплак розовый можно если не того не того нет попы взять кармина и вот сейчас вот аккуратненько соединяю сухой кисточкой стерла как бы сделала переход в желтый этим же фиолетовым внизу вот около линии горизонта сухенько сухенько красочки вообще очень очень мало на кисточке затемняю линию горизонта еще смешиваю фиолетовый ультрамарин краплак красный прорисовываю аккуратненько чтобы ровно была линия горизонта не спеша и оставшееся море я заполняю в основном ультрамарин но где-то подмешиваю больше краплак красные либо розовый что-то такое чтобы был все-таки он не одна неоднородного какого-то ультрамаринового до оттенка а где-то все-таки мелькала где-то больше такая красненько розовинка беру краплак красный и уже по линии стыка неба и воды я прохожу этим оттенком и аккуратненько все это дело растушевывая то есть смотрите чем четче у нас будет граница небо и воды тем у нас она будет ближе чем более растушевывая то есть тем наша таль будет дальше вот я беру индиго с ультрамарином можно чистый индиго какие-то такие вот типа волн очки показала подала понять что у нас там небольшие волны да естественно там и волна плотнее там она темнее таким показал то есть не будем заморачиваться давайте детали то есть дали каких-то темных волнечек теневую индиго проложила под волну то есть волна там где она у нас заворачивается там она идет на просвет она водичка там тоньше она светлее у основания где плотнее там она все-таки темнее и вот это набегающая пена светлая на темном вот темные на темной основе будет классно смотреться ярче то есть опять-таки контраст до везде этот контраст всегда про него говорю никуда от него не не уйдешь светлую право полосу проложила таким каким-нибудь и пока что персиковым оттенком это можно неаполитанской можно опять-таки желтый красный на белила что такое и вот здесь ультрамарином тонким слоем закрашивать смотрите слой должен быть тонкий если вам допустим нужно сделать ультрамарин посветлее не обязательно брать белила белила пока сейчас аккуратно просто сделайте его пожиже то есть будет разбавителя больше а самого пигмента краски будет меньше и тем самым он вас будет светлее цвета вот это неаполитанка умбра здесь умбру вместо коричневого натурально использовала краплак красный либо розовый вот что-то такое вот заполняем это песочек но на него натекает значит водичка на бережетчик раз так натекает а потом обратно в море вот этот мокрый песочек тоненькую водичку мы показываем не горизонтально а вот такими вот слегка диагональными как бы она одна на одну наплывает и внизу белый кусочек остался это у нас будет здесь сухой песочек без водички умбра с неаполитанской либо опять таки берем желтый на белилах это чуть чуть побольше умбра чтобы такого был песочный оттеночек желтый с белилками сюда вот побольше свечения добавляю водичка там искрится она все-таки будет посветлее и сюда в эту сторону тоже немножко добавляю делаем оранжевый оттенок это же скошена кисточка вот сейчас процарапать можно где у нас будут облака и вот самым-самым краешком кисточки я начинаю облака пишется чем они ближе у нас ниже к линии горизонта тем они у нас тоненькие маленькие никакой там сильно фактуры не будет до кисточка воду не синтетика ведь она такая распушенная и она дает интересные такие вот эффекты то есть не плоско не тонко пишет да она такая распушенная и здесь вот по диагональке и примерно у нас вот эти длинные облака они начинаются то есть с право налево и туда примерно то того места где у нас будет кораблик то есть как бы всем своим движением направляют они внимание зрителя до на кораблик все внимание к нему как бы если бы мы смотрели стрелочки до указатели вот то есть все детальки в картине у нас оказывал что вот у нас вот посмотрите здесь кораблик облака да там и опять таки к линии горизонта они у нас более горизонтальные чем выше тем они у нас уже какой-то наклон имеет какие-то формы коротенькими мазочками пока вот оранжевым цветом но варьируют где-то добавляю красный где-то краплак красный можно просто оранжевым пока и вот ближе к кораблю там где они у нас да у нас они такие более уже тоненькие становятся а в края картины они уже потолще пальчиком аккуратненько аккуратненько не надо перетирать всю прям идеально ровно слегка слегка просто смягчаем пальчик периодически протираем чтобы была работа была чистенькая легонечко смягчаем ведь и получается уже такое более сложное нет то есть в принципе чего мы сложного на ничего да не сделали как нанесли мазочки и втерли а уже смотрите уже да как бы она довольно таки интересное беру фиолетовый оттенок опять-таки краплак красный с ультрамарина и начинаем выше на работе у нас такие фиолетовые облака на темно фиолетовые ниже уже будем спускаться они будут таки более как грязно-красные что и пальчиком опять-таки легонечко смягчают здесь немножко фиолетовых здесь посмотреть главное чтобы они были какие-то разнообразные интересные то есть форма у них какая-то самое главное чтобы не было одинаковых от одинаковости вот этой вот все уходим стараемся делать чтобы одно на другое не было похоже и вот так вот наносим эти фиолетовые справа слева и пальчиком легонечко легонечко как бы даже не стираем а просто как бы слегка втаптываем туда делая их более мягенькими вот здесь немножко и варьируем то есть уже смотрим чуть ниже мы добавляем уже больше краплака то есть чтобы такого там бы были красноватые уже внизу здесь прямо так вот смело проведу волнистой такой линией и пальчиком уже делаю вот эти закругления к линии горизонта вот даже умбры добавляют и все это дело опять-таки растушевываем делаем их и мягкими воздушными краплачок и 5 пальчиком опять растушевали здесь вот добавляю краплак и тоже пальчиком растушевываю пальчиком растушевываю накручиваю прям не просто трубут как-то на одном месте да вот тоже пытаюсь пальцем создать такие вот завиточки какие-то круговыми движениями то есть создаю вот эти вот макушки пушистость облаков на светлом фоне тоже покажем ну чуть-чуть прям буквально одной ворсиночкой капельку капельку такие тоненькие черточки напоминающие облачка еще потемнее в краплак добавляю умбры немножко и более темных веке потихонечку не спеша потихонечку добавляем объема нашим облачка между ними вот я беру белила желтенькую и кое-где я добавляю таких оттенков немножечко где-то вот если большое такое темное пятно я добавляю разбиваю его более светлыми кое-где вот так вот слегка слегка и это же эти вот светлые желтые а легонечко легонечко можно кисточкой можно также пальчиком аккуратненько смягчить сделать их помягче вот белилки с краплаком розовым тоже наношу сюда же но этот оттеночек у нас будет в основном преобладать и где непосредственно самое светлое место да это вот где-то в области корабли как это вот здесь и опять таки чтобы они таким прям бельмом светлым не были то есть придавливаем их немножечко пальчиком втираем вот на видео я смотрю вижу что бледная какая-то картина смотрится не знаю почему фотография вот внизу где референс не референса готовая работа которая написана она вот больше реалистичные цвета чем на самом видео не знаю почему так или может света много но убрать если свет тогда вам вообще ничего видно не будет то есть тоже плохо значит белила краплак красный и туда умбрачки немножко таким вот краски очень очень мало на кисточке показываем кое-где мы наметили индиго волны и теперь намечаем более светлые какие-то участочки но тоже их втираем и вот такие вот волночки да показан как бы уже но ближе к нам чем дальше тем они будут короче более такие мелкие чем ближе к нам тем они уже больше будут похожи на какое-то движение волны и мягенько мягенько смягчаем что такие дымчатые были белила краплак розовый желтый вот эту вот полосу нашу светлую над волной проходим делаем посветлее таким вот персиковым оттенком наметила сначала персиковым оттенком а потом в области где кораблик сделала желтенький с белилками еще ярче кисти лайнер помним про тонкие линии как и до объясняла то есть делаем красочку жиденько и чтобы клякс очки никакие не висели лишнюю снимаем прокручиваем с кисточки и вот эту ряд более голубоватым теперь то мы делали розоватые да то есть разные оттенки будут в море более розовые и такие вот голубоватые то есть тоже волнообразно наношу где-то работаю вот прям прикладываю да все плоскостью лайнер где-то прям самым кончиком и кисточкой щетинкой смягчаю очень аккуратненько нежно не надо ничего давить то есть легонечко легонечко движение должны быть легкие чуть-чуть побрызгаю жиденько и сделаю таких вот бличочков и на наших вот этих вот волночках до которые маленькие слегка таким прикладыванием указываем как бы пен здесь форму им создаем они обычно выглядят как вот крыша на домиках что-то напоминающая треугольнички не то что прям совсем до треугольники а вот такие вот как бы вот видно да не так как бы слегка треугольный то есть и сильно их так вот задирать не надо вот эти вот макушечки тех волн то есть у нас тут не шторм а то есть небольшие и вот так показали легонечко легонечко только не белым здесь вот так вот проводим волна наша полусухой кисточкой еще дополнительно индиго затеняю под пеной где у нас будет толщина волны до самое темное место затемняю здесь вот тоже где она уже к берегу подходит затемняю и стушевую плавно а здесь вот в эту сторону так быстренько быстренько нанесла такое движение задала лишнюю границу песка и воды я слегка-слегка прошла растушила делаю темно-фиолетовый оттеночек беру кисть свою скошенную и вот здесь прокручивая кисточку придавливая как бы создаю такими вот пришлёпываниями до прокручиваниями создаю вот эти вот закругленные волны чтобы они внизу у нас были красивые какие-то до форма и верхушки тоже вот светлую часть можно также посветлее оттенок сделать можно синтетикой но удобнее щетинка вот на уголок набираем прям на уголочек красочку на самый-самый уголок и вот так вот пристукивая так больше она щетиной похожа на пену именно вот что она там такое вот пушистая пенная брызги эти синтетика все-таки таких эффектов не дает полностью темно-фиолетовую эту нашу подложку не закрываем для того чтобы пены был объем то есть там и темные оттенки есть да и светлые и более пастозно уже можно выложить самые самые какие-то светлые вот прям видите плохо видно ну прям вот клякса такая большая белила кинут я ее снимаю клин то есть она свет у нас любит пастозный да это тоже постоянно повторяю то есть его можно выкладывать уже более светлого кистью так вот раздавливаю чтобы она распушилась и красочку набираю прям вот натыкиваю то есть не приглаживаниями какими-то набираете вот такая распушенная кисточка и мы покажем какие-то вот брызги легкие легонечко-легонечко легкими касаниями оставляем такие вот небольшие брызги не надо сделать очень много как бы немножечко добавим для интересности что подул какой-то ветерок да и полетели брызги если переживаете что может не получится кисть протерла и вот остатками то что там она выпачканная да вот это вот добавили такой полосатости если боитесь что не получится брызги лучше тогда уже не делайте очерчиваю умбра на скраблаком красным вот эту вот границу песочка и вот эту нанесенную полосу до темно такую красную я ее растягиваю туда по направлению да вот по диагонали чеки край и и делаю такой вот волнистый неровный ну как вот водичка набегает она же не бежит у нас какую-то ровная линия да она там одна волна потом могут это вот вода на песочек да ну там один прилив второе не так волнисто жиденько жиденько нежно-голубой оттеночек и вот так вот на пенке которые по волне вот так спускаются тонкой тонкой линии разнообразно можно плоско держать так водить здесь главное чтобы не были они знаете какие-то прям очень очень правильные чем они вот это кривовать и будут тем будет более естественно смотреться и что еще хотелось по этому поводу сказать так у нас волна не сильно высокая то есть и изгиб им не делайте сильно сильно не изгибайте их потому что более пологие они получаются надо делать их здесь потому как волна не невысокая у нас все таки и вот здесь немножко пенки тоже так вот притоптала кисточкой щетинкой и и вот здесь немножко тоже чуть ниже тоже каких-то какой-то пенки покажу вот здесь меня отвлекли я нажала на паузу и прорисовала кораблик уже без этого ну что я сделала кораблик я сейчас сотру и за заново вам нарисую его до чтобы показать а по поводу водички на песке то есть я также натыкала край границы пенку да и светлым цветом персиковым на волночки показала и показала потом чуть-чуть краплак с коричневым волночки и также щетинка легонечко смягчила в принципе все больше ничего не делала кораблик вот я стираю сейчас заново вам его покажу потому что как бы нечестно на самый такой главный герой а показать не получилось ну бывает так отвлекли беру неаполитанская с белилками желтым прорисовывать таким цветом светленьким паруса но берем здесь оттенок не самый светлый потому как еще нам надо будет высветлять кисть взяла синтетику мы уже поменьше тоже на такая скошенная можно это делать вот мачты потом внизу паруса там крепятся к балкам я не знаю как они правильно называть такие вот балки будем называть вот можно сделать такой кисточкой кто умеет если не получается нужно сделать лайнером здесь добавим такой маленький красненький флажок пускай висит у нас более желтоватые оттенки на паруса пилинки желтым индиго сделала там у нас сама кармада там что-то коричневато-красным оттеняем здесь вот парус коричневого это красным тоже уголок там вот какая-то деталь как это точечка ли может там какие-то веревочки крепятся там к ней то есть что-то такое показываю то есть создаем интересность чтоб он не был скучный вот взяла красным какие-то пятнышки показала возможно там какая-то люди возможно это вечеринка какая-то события люди там плавают светлых моментов возможно там какая-то каютка около красного поставила тоже так вот буквально я не знаю даже что там вот честно просто поставила чтобы было интересно что там красные и светлые оттеночки вот бликанула чуть-чуть по кормитой яхточки темных каких-то деталек поставила еще вот здесь с этого края справа красненького добавила ну то есть создаю чтобы было глазу за что зацепиться чтобы там человек смотрел и думал что там такое какое-то движение да не просто ну там черная и белая паруса и все как бы да ну это скучно то есть создаем какую-то интересность вот здесь на мачте какие-то наверху около флага какие-то черточки маленькие детальки на парусе тоже какие-то рисунок и что-то мне захотелось такое эти волнистые линии нанесла типа может там на парусе название какое-то может ли что-то это этом это моя уже компания там как на самом деле я не знаю чуть-чуть высветляем мачты беру белилки прям уже пастозно беру на лайнер и кое-где на парусах это будут такие прям пастозные белые мазочки для того чтобы она у нас прям светилась до ярко была видна индиго с голубой брызгаем на песочек как мы делали блечочки на море так и здесь побрызгали красноватых коричневатых побрызгали на мокрую водичку более таких вот персиковых жиденько делаем и брызгаем я взяла синтетику но лучше брызгает конечно щетинка если щетинкой делать они ворсинки у нее более пружинистые такие удобные и соответственно кисточкой чуть-чуть легонечко все это дело растираем вот здесь я прям щетинкой беру светлый оттеночек и легонечко легонечко не сильно давя наношу вот эти вот волнечки как бы показывая движение давка в какую сторону у нас двигается это водичка смягчаем пеночки еще добавляю и тяну его тоже видите вот от как бы края туда вот в стороны правую вправо левую влево такими примативаниями добавляю еще света более пастозно показывают и пен можно в принципе если как бы боитесь этот песок пену да можно просто водичку сделать какую-то волну там вот поближе смотрите видите очень очень тонко написано то есть пастозности никакой в небе нет очень так все тоненько вот яхта уже более пастозно написано она у нас к более яркая светлая да вот пена тоже яркие светлые мазки самые яркие они пастозно написаны там где волна волна у нас в тени там у нас нет пастозности на песочке вот тоже водичка тоже пастозность то есть там где свет там есть пастозность там детей там ее нет пастозности ну вот такой сюжетик получился спасибо друзья за просмотр ставьте лайки включайте колокольчики ждите новых видео у нас они выходят понедельник и четверг чего-нибудь придумаю еще для вас интересного ну а на этом пока все до скорой встречи пока пока